МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган Рус. Наталья Ичменева. Здравствуйте! Готовимся к большой воде. Есть опасения. В рио губернатор Вадим Шумков провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как на нем было отмечено, в этом году в регионе выпало много снега, поэтому велика вероятность прихода так называемой большой воды. Чтобы бедствие не оказалось, как снег на голову, глава региона Вадим Шумков поручил принять превентивные меры по предупреждению ситуации с паводковыми водами. Кроме этого, необходимо организовать подготовку водопропускных труб и мостов на автомобильных дорогах. Коммунальные системы также должны быть готовы к работе в условиях весеннего половодия. К слову, прогноза по уровню паводков в Курганской области пока нет. Данные могут появиться в ближайшее время. Тем временем зауральские спасатели проверили безопасность водоемов. По итогам февральской акции «Безопасный лед» на территории Курганской области было проверено более 130 точек массового выхода людей на лед. Под контроль взято 29 мест рыбной ловли и 4 базы отдыха. Специалисты установили свыше 100 знаков безопасности. Всего в рамках акции было задействовано порядка 400 человек и около 50 единиц техники. Также спасатели провели беседы с зауральцами, учащимися в школах и воспитанниками детских садов. И о главных политических новостях. Во время рабочего визита на комбинат медицинских препаратов «Синтез» в Рео-губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с трудовым коллективом. Он ознакомил работников предприятия с программой своих действий. Изменения жители региона скоро ощутят в своей жизни. Своей главной задачей на посту в Рео-губернатора Вадим Шумков считает создание новых рабочих мест. Нам нужно, чтобы молодежь из города, из области не уезжала, оставалась здесь. Нам необходимо, чтобы те, кто уехали, готовили, возвращались и работали здесь. И я абсолютно уверен, что всё это в наших силах. Вадим Шумков понимает, что решить эту задачу нелегко. Проблем в Курганской области, по словам Рео-губернатора Масса, многие переплелись и не решались десятилетиями. Например, дороги в областном центре. За пять лет их планируется полностью привести в порядок. Это всё тоже очень тяжело, потому что сети под дорогами старые. Там мы начинаем в этом году двигаться радиально от въезда в город и начинаем поднимать. Там будем дорожное половину ремонтировать. На будущий год пойдём ближе в центр. Параллельно будут приводиться в порядок парки и скверы. Модернизироваться водное хозяйство, с которым тоже очень много проблем. Курганский водоканал 39-го года постройки. Серьезных положений там не было. То есть, с этого года начинаем проектировать, и с будущего года начинаем менять систему водоснабжения города Курган. Это тоже глобальная работа. Вадима Шумкова не устраивает исполнительская дисциплина управляющих компаний. Он будет заставлять их делать свою работу и сполна отрабатывать каждый рубль, который им заплатили жильцы. Приезжая жила двору, ничего не сделала. Ни двор не упал, ни подъезд не отремонтировал. Ничего не помыто, ни мусор валяется. По этим вещам у меня отношения очень жёсткие. Аналогичное требование Вадим Шумков выдвигает членам областного правительства. По его словам, не все они были готовы работать. В результате состав правительства значительно обновился. Вскоре оптимизация штата администрации городов и районов области. Скажу честно, у меня за последние пять месяцев было, по-моему, четыре выходных. Полноценно, когда я поспал, это более-менее нормально. Основное – это подвалы, дворы, дороги, переезды, проезды и прочие удовольствия. И, конечно, огромное количество проблем. Но я не вижу, что ничего такого не решает. Максим Ахахонин, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру. Обойдёмся без дублёров. В связи с оптимизацией органов государственной власти в правительстве региона сократили порядка 200 дублирующих должностей. Глава региона Вадим Шумков в своём аккаунте ВКонтакте высказал недовольство функционированием системы госзакупок. Он отметил, что при скромном бюджете организации закупок от правительства одновременно занимается пять структур, в то время как в других регионах ещё при больших объёмах тут же работу выполняют всего два органа власти. Такая громоздкая система нам не нужна, будем корректировать, заметил Шумков. Сокращение дублирующих должностей позволит сэкономить бюджетные средства до 80 миллионов рублей за год. Это всё слухи. В правительстве региона опровергли информацию об отмене льготной ипотеки, о чём на пресс-конференции с журналистами поделился директор Департамента промышленности и энергетики Андрей Санасян. Первый заместитель губернатора, директор Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области Андрей Санасян заверил, что субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам будет продолжено на льготных условиях для тех, кто прошёл отбор в КЖК. Информация о том, что новые меры поддержки, разрабатываемые по поручению главы региона Вадима Шумкова, могут отменить ипотечные выплаты для тех, кто их уже получает, не соответствует действительности. По словам Андрея Санасяна, смуту наводят бывшие сотрудники КЖК и Департамента эконом-развития. То есть люди получили поддержку, люди однозначно, финансирование на этот год есть, они получат. Те изменения, о которых мы говорим, это изменения, которые касаются будущего направления. Проблема в том, что зачастую эта информация распространяется людьми, которые либо уже не имеют отношения к КЖК, в силу разных причин, как бы обвинять кого-то в чём-то неправильно будет, либо в ближайшее время этого отношения иметь не будут. Такие люди тоже есть. Говоря о нововведениях, Андрей Санасян отметил, что планируется ввести субсидирование первоначального взноса. Сумма долга при этом будет уменьшена. Альтернативная мера позволит оказать адресную поддержку молодым семьям, которые планируют брать кредит на жильё через КЖК, снизить их финансовую нагрузку на бюджет и сократить срок выплаты. Основных задачи две было изначально. То есть это поддержка людей, льготных категорий в том, чтобы ипотека не была таким грузом. Второе – это в том числе и стимулирование рынка. Соответственно, каждый первоначальный взнос – это как раз и стимулирование рынка в том числе. Вместе с тем жители за Урале стали брать больше ипотечных кредитов. Так, за прошлый год их объём вырос на 51% и составил 13 миллиардов рублей. Всего банками было выдано свыше 8,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Эксперты отмечают, что это самый низкий показатель ставки по ипотечным кредитам за последние пять лет. Высокие цифры объясняют активным рефинансированием ранее взятых суд, а также снижением средневзвешенной ставки более чем на 1%. Жители нашей области стали более осмысленно брать кредиты, анализируя возможности их возвращения. Так, ответственный подход своим долговым обязательствам привёл к снижению уровня просроченной задолженности для физических лиц. Если на 1 января 2018 года он составлял 6,5%, то на 1 января 2019 года уже 4,5%. В целом кредитный портфель из уральцев на начало года составил 72 миллиарда рублей. Доля ипотеки 42%, кредитов на потребительские цели 58%. Алексей Старцев, Тимур Нусулханов, Владислав Базалев, Антон Тяженков, информационное агентство Курганру. Территория опережающего социально-экономического развития как драйвер инвестиционной политики региона. В Курганской области Тассеров 3, в Варгаши, Далматово, а теперь и Катайск. Первый замгубернатора, директора Департамента промышленности и энергетики Андрей Саносян отметил, что не только по Тассерам, но и по каждому муниципальному образованию разработаны конкретные планы развития. Активная поддержка действующих предприятий и создание новых инвестиционных проектов. Именно в таком направлении власти региона видят подъем экономики за Уралье. План развития экономики включает в себя четко реестр, площадки, а также 5-7 проектов, которые в течение 5 лет, мы видим, должны быть реализованы на этой территории и которые могут дать серьезный толчок развитию экономики этого муниципального образования. Андрей Саносян сделал акцент на наличие Тассеров. На сегодняшний день в Зауралье таких три – это Варгаши, Далматово и Катайск. Он отметил, что заходя на территорию опережающего социально-экономического развития, инвестор получает гарантированные льготы по основным налогам на 10 лет. То есть на 10 лет инвестор, когда нас выбирает, понимает, что он будет получать 5% налога на прибыль, у него обнуляется налог на имущество, налог на землю, и в 4 раза он меньше платит взносов в страховые и пенсионные фонды. Это уникальное преимущество, на самом деле, и многие с кем уже удалось обсудить перспективы развития их бизнеса в Курганской области, это подчеркиваю. Первый замгубернатора добавил, что в ближайшее время только в Тассер Варгаши планируют реализовать 10 инвестпроектов, еще 4 в Далматово. Также подбираются проекты и для недавно получившего особый статус Катайска. К слову, Андрей Саносян опроверг слухи о том, что есть планы реализации проектов в Тассер Катайск китайскими инвесторами. По его словам, есть предложение по производству строительных материалов в кооперации с регионами УРФО. Павел Баев, Тимур Нациуханов, Владислав Базович, Антон Тиженков, информационный инвестор. К другим темам. В своем недавнем послании президента Федеральному собранию Владимир Путин обратил и особое внимание на повышение рождаемости. Решение вопроса многогранное, но факт остается фактом. Многие россиянки прибегают к искусственному прерыванию беременности. Мы решили узнать, насколько это распространено в нашем регионе и понимают ли женщины всю опасность этой процедуры. Согласно последним данным Минздрава, число абортов в России снижается. В последнем году на искусственное прерывание беременности решились на 9% женщин меньше, чем в 2017 году. В общем, в России за год происходит около 600 тысяч официальных абортов. Несмотря на научный, медицинский, в том числе прогресс, можно утверждать, что аборт остается едва ли не главным средством контрацепции. Женщины воспринимают аборт как обыденное лечение внезапной болезни. Аборт, которая операция, которая делается вслепую. Мы не можем открыть живот и конкретно под контролем матки, да, то сказать, конечно, мы делаем это достаточно редкое осложнение, но оно встречается. И особенно, если, простите, женщина весом 130 килограмм, и она приходит на 10-й, 15-й аборт, соответственно, вот уже, так сказать, три аборта сделали, и после третьего аборта мы уже ставим посложнение гинекологического амнеза идет хронический эндометрит. Это хроническое воспаление матки. Соответственно, матка, стенка матки, дряблая стенка матки, ее можно проткнуть, она вот как нож в масло проходит, так проходит инструмент. А будет ли анестезия? Это первое, что спрашивают женщины, заходящие в операционную на аборт. Их больше волнует купирование своей предстоящей боли. К зародышу, который уже начал жизнь, отношения лишь как досадному недоразумению. Плод маленький, там одна-две недели, он уже реагирует на свет, на холодовые раздражители, на болевые раздражители. И показывали, когда делается аборт, как ребенок, вот этот малыш, по-моему, в сроке 5 или 6 недель, он прям вот видно, по видеосъемке, как плод уворачивается от этой кюретки. То есть можно сказать, что он понимает, что с ним будет происходить? Да, конечно. Самое большое число абортов в России совершается на Урале. В прошлом году к аборту только в нашем регионе прибегнули более 660 женщин под анестезией на современном оборудовании, под прицелом врачей высшей категории. Однако осложнений не избежать. Можно погибнуть на столе от анестезии. Осложнения могут начаться сразу после операции. Имеется немало и отсроченных проблем. Среди них и нарушения психики. Вчера женщина поступила, у нее бесплодие. Она сделала мини-аборт, даже не хирургический, а мини-аборт. У нее случилось грозное осложнение, у нее сформировался воспалительный процесс, сформировались тубоавариальные образования, это гноники в трубах, перитонит, убрали трубы. И женщина, что называется, и бесплодная, фактически она осталась инвалидом, без органа. 56 абортов на 100 родов. Такова статистика Курганской области на сегодняшний день. Это означает, что каждая вторая зародившаяся жизнь была прервана. Переломить ситуацию нацелены как врачи, так и в областном правительстве. С 2010 года для решившихся прервать беременность в регионе действуют кабинеты психологов. Цель этой консультации не отговорить женщину от этого медицинского аборта, а цель немножечко остановить ее, чтобы она все-таки взвесила все за и против, чтобы не приняла необдуманное решение. Потому что зачастую причины, которые называют психологу, они такого плана. Вот сейчас мы еще не купили машину, вот сейчас у нас ипотека, нам тяжело. То есть и здесь психолог, она тоже обладает знаниями, которые сказать, а вот у нас, если ипотека у нас, вы родите ребенку, у вас только такая-то сумма спишется и так далее. Помощь оказывают во всех районах области. Охват беременных женщин на 98%. И вот задача центра – проведение доабортного консультирования. То есть сейчас по федеральному закону каждая женщина, которая планирует прерывание беременности, должна пройти обязательно консультацию психолога, обязательно должны провести ультразвуковое исследование, чтобы показать ей, ну или это плодное яйцо, или сердцебиение ребенка, чтобы пациентка еще раз осмыслила, насколько правильно она принимает решение. Эффективность есть, и это не просто цифры. Более 300 детям, которые должны были пополнить статистику абортов, позволили появиться на свет. Они здоровые и полноценные, и ни одна решившаяся сохранить беременность мама об этом не пожалела. Алексей Старцев, Влад Базалев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курганру». Они знают, кто из сыновей Ярослава Мудрого был женат на сестре польского короля. В Китовском районном доме культуры чествовали призеров и победителей регионального этапа Всероссийской Олимпиады. Все 46 одаренных ребят – учащиеся Китовской средней школы. Ученицы 10 класса Китовской средней школы Дарья Ротанова и Олеся Стеникова показали высокие результаты в Олимпиадах сразу по нескольким предметам. Даша лучше всех знает мировую художественную литературу. Первое место тому подтверждение. Также она призер Олимпиад по литературе, истории и обществознанию. А Рейси отлично разбирается в истории, праве и экономике. Останавливаться на региональном этапе девочки не планируют. Мечтают победить на всероссийском уровне, ведь это поможет в дальнейшей учебе. Профессия, наверное, еще не определилась, но думаю, что те предметы, по которым я участвую в Олимпиадах, пригодятся мне при сдаче экзаменов и поступлении в дальнейшем университет. Я уже определилась. Я хочу на юриста. Уже участвую в Олимпиадах, которые мне помогут в поступлении. Цветы, подарки, теплые слова. Так из года в год ребят вдохновляют добиваться новых результатов. Кроме того, на праздники благодарили родителей и учителей-призеров второго этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Их поддержку сложно переоценить, считает председатель попечительского света Китовской школы Евгений Кофеев. Китовская школа, вот 46 призовых мест, это очень много на самом деле, это очень здорово. Это говорим о том, что ребята еще пойдут на региональный уровень уже и усыпают. Я надеюсь на всесоюзный уровень, на российский выйдут уровень ребята. Это говорит, что любая школа может достигать хороших результатов. Праздничное настроение создавали зажигательные танцевальные номера и веселые песни. Кроме того, перед учениками выступали руководители высших и средних специальных учебных заведений региона. Они пригласили ребят продолжить обучение на своей малой родине. Алексей Старцев, Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. 24 на 7 – это не обозначение круглосуточного режима работы, а количество стипендиатов главы города Кургана и школ, которые они представляют. Вручение свидетельств, которое прошло в торжественной обстановке, посетила съемочная группа Курганру. В Кургане назвали имена новых стипендиатов главы города. Церемония их определения существует уже 15 лет. Награда вручается школьникам за выдающиеся достижения в учебе, творчестве, спорте и научной деятельности. Если вы посмотрите список ребят будущих стипендиатов, то их регалий, которые они завоевали в различных конкурсах, фестивалях, творческих, спортивных, математических, культурных, этих регалий хватит на всех на нас вместе взятых. Ученица лицея номер 12 Даша Шорина занимается спортивно-бальными танцами. Несмотря на юный возраст, побывала на соревнованиях в разных городах и всюду имя жительницы Кургана звучало в числе победителей. Я была в Тюмени, Заводорковске, Екатеринбурге и где-то еще. Я получаю много наград и мне это нравится. На церемонию награждения пригласили родителей стипендиатов. Они наряду с наставниками одни из виновников успехов детей, например Вячеслава Габриеляна, который занимается шахматами. Этот вид спорта, считает его отец, развивает важные качества. Логическое мышление развивает, целеустремленность. И победы дают чувство победителя, если они бывают. Размер стипендий организаторы и награжденные скромно умолчали. Говорят, вопрос не в сумме, а в самом факте поощрения. Он стимулирует молодых людей совершенствоваться в будущем. Что-то такое прям дорогостоящее себе позволить смогу, но это означает только то, что нужно стремиться ставить более серьезные цели и достигать их просто. И тогда все будет. Организаторы называют награжденных золотой молодежью, но не в богемном смысле, потому что им ничего не досталось от родителей. Просто так. Эти молодые люди добились всего сами, своим трудом, своими талантами. На самом деле, нам есть кем и чем гордиться. Глядя на эту команду, можно с уверенностью сказать, что у города Кургана и Курганского в России в целом есть большое будущее. Алексей Старцев, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Немков. Информационное агентство Курганру. Одновременно с этим в Кургане прошли крупные соревнования по автогонкам на льду. Зауральцы не только достойно приняли состязание, но и завоевали медали. Подробности далее. Настоящий подарок ко Дню Защитника Отечества сделала Курганская Автомобильная Федерация для всех любителей автоспорта. В минувшие выходные в поселке Увал на Курганском ипподроме прошел финальный этап Кубка Урала и Сибири по трековым гонкам. Соревнования прошли в двух классах – Супер 1600 и Д2 Классика. В первом классе состязались спортсмены из Курганской, Челябинской, Сверловской, Тюменской областей, а также Республики Казахстан. Всего на стартую черту вышли 10 гонщиков. В классе Супер 1600 по итогам четвертого этапа победителем стал курганец Александр Тупицын. Класс Д2 Классика представляли 13 автогонщиков из Курганской, Тюменской и Омской областей. Победителем стал представитель Омска Сергей Елизаров. На бронзовую ступень пьедестала почета поднялся курганец Сергей Наволоков. В этот раз гонки получились зрелищными, богатыми на перевороты и красивые виражи. Кстати, по итогам Кубка организаторы и судейский состав решили провести вскрытие мотора в первой пятерке, чтобы убедиться в честности соревнований. Михаил Котельников, Александр Немков, информационное агентство Курганру. О полезном. Курганцы хоть и не живут вблизи моря, но любят побаловать себя его дарами, деликатесами, насыщенными витаминами. Мясом, перед видом и ароматом которого не устоит ни один изысканный гурман. Все это прямо с Камчатки к столу зауральцев. Полезно, вкусно и недорого. Так отзываются о продукции, представленной на ярмарке выставки «Рыба Камчатки». Чавыча, кита, муксун, белорыбица, корюшка, осетр и сельдь. Соленая и копченая, икра красная и черная. Чего только не найдешь на ярмарке выставки «Рыба Камчатки». Огромный список мяса рыбы и других деликатесов вызывает в горожанах стремление попробовать все. Не каждый день они могут оценить качественную морскую рыбу, выловленную и закопченную на Камчатке. Вся рыба дикая, они выращены в искусственных водоемах, поэтому она имеет более высокий процент содержания полезных веществ. Камчатский край – регион экологически чистый, поэтому за такие деликатесы ваш организм скажет вам только спасибо. Выбирайте для семейного стола только лучшую. Горожане по достоинству оценили большой ассортимент ярмарки-выставки «Рыба Камчатки». Кроме мяса рыбы, на прилавках ярмарки курганцы смогут найти различные консервы. Мидии щупальца кальмара, а также редкую икру чавычи. Она обладает ярко выраженным уникальным вкусом, и вся продукция непременно подойдет к праздничному столу 8 марта. Разобраться в таком огромном выборе морских деликатесов вам всегда помогут компетентные продавцы. Кроме того, вы можете оставить свой номер телефона, чтобы быть всегда в курсе работы ярмарки. Ярмарка-выставка «Рыба Камчатки» будет работать с 5 по 9 марта в ДК «Железнодорожников». На этом все. Еще больше новостей читайте на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Все, что вы сейчас увидите, станет для вас полезным открытием, если вы мама, бабушка или папа маленького человека, окруженного вашей заботой и любовью. Вперед! От маме к маме это не просто магазин детских товаров. Это магазин, где ваши требования к этим товарам воплощены в цене, ассортименте и качестве. Ведь для малыша хочется лучшего качества, а для себя – выгоды. Огромное количество моделей детских колясок, подходящих к этому условию. Можно выбрать любую или заказать из каталога. Так цена получится еще ниже. А еще огромное количество автокресел и кроваток – это только основные средства, которыми можно обеспечить своего карапуза безболезненно для семейного бюджета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От мамы к маме официальный представитель колясочных брендов ЮНАМА, ТУТИС и АНЕКС в нашем городе. Чих-тих-тих-тих. Коляски именно этих производителей полюбились родителям как удобные. Выбор просто колоссальный. Модульный, прогулочный, для двойной. Коляски-трости, коляски-трансформеры. Всего более 15 производителей. И да, для тех, кто постарше, есть велосипеды. Во всем этом вам помогут разбраться приветливые консультанты. Итак, комод для внутреннего убранства, манеж для безопасного времяпровождения, ходунки, электрокачель, электромобиль и, конечно, стульчик для кормления. Все это всего за... В общем, добрые слова о ценах и ассортименте в нашем городе всегда передаются от мамы к маме. И если бы я вам обо всем этом не рассказал, вы бы все узнали сами от мамы к маме. Товар в Галамарт! Цены в Галамарт! Все и все в Галамарт! Компания «Вектор-Д» предлагает питательный грунт собственного производства на основе перегноя. Для рассады и цветов спрашивайте в магазинах вашего города. Выберите свой вектор богатого урожая. Жилой комплекс «Молодежный». 11-й микрорайон. Отличные квартиры по доступной цене 31 тысяча за квадратный метр. Ипотека «Рассрочка». Телефон 55-57-57. Установите газобаллонное оборудование на свое авто и получите полный баллон газа в подарок. Звоните 8-908-00-45-05. Сиди магазинов «Светофор». Весенняя акция. Комнатные цветы от 159,90, тюльпаны от 32,90. Порадуйте женщин к празднику. Салон белья и колготок «Бельканто» поздравляет с праздником 8 марта. «Бельканто». Отличный вариант подарка любимым. Торговый центр «Рио», секция 75. Супермаркет «Метрополис», пятый микрорайон, второй этаж. С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в следующих регионах. Узнайте, как перейти на цифру. По телефону 8 800 220 2002. Или на сайте смотрицифру.рф. Товар в Галамарт! Цены в Галамарт! Всё и все в Галамарт! Дорогие курганцы, встречайте! Признанный ярчайший инструменталист Дидюля. 7 марта в 18.00 в Филармонии. Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Новая кухня для богини. «Столплит» – доступная мебель. 27 февраля вышел в свет новый номер газеты «Зауральский курьер». Читайте в номере. Очередное повышение пенсий. Сколько ждать прибавки? Снижение цен в аптеках Кургана. Анонсы, объявления и подробная телепрограмма. «Зауральский курьер». Читайте бесплатно. Официальный техосмотр. Ваше спокойствие на дороге. Дом с минимальной стоимостью квадратного метра. Дом, который возводится легко и быстро. Дом, где детей не ставят в угол. Добросфера. Добрые дома. Сервис – это главное. Ремонтируй. Настраивай. Ускоряй. Поможем с ремонтом, настройкой и чисткой компьютера. Проверенный сервис от проверенной компании. На все виды работ предоставляется гарантия. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Сюзанна Искаян. Роутер один, а устройств в квартире много. Как решить эту задачу? Позвоните в интерсвязь, сервис, и мы настроим домашнюю сеть. Набирай наш бесплатный номер. 8 800 775 0303. Можно обращаться даже за советом. А теперь о прогнозе синоптиков. В последний день уходящей зимы большая часть за Уралий окажется под слабым влиянием североатлантического циклона. Это значит, что в небе ожидается немало блоков. Выпадение снега будет носить незначительный характер. А среднесуточная температура останется в пределах своей климатической нормы. В Екатеринбурге минус 4, минус 6. В Челябинске минус 6, минус 8. В Тюмени минус 5, минус 7. Небольшой снег. В Кургане облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минус 14, минус 16. Днем в Кургане облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 6, минус 8. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 мм ртутного столба. 28 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!